Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова! По образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их Бог. Бог создал человека, это венец создания. Бог наделился самым лучшим. Прошли годы, прошли века. Человеческий образ и подобие изменилось. Мы живем во время прогресса, технологий. Мы пользуемся теми прогрессами. Знаете, мой дедушка рассказывал, когда он ездил в город, он вставал среди ночи, запрягал повозку и на повозке приезжал к утру. Наши друзья Петр и Иван, они на самолете, океан перелетели за часы, а потом надо было на поезде с Польши до Украины ехать. Короткое расстояние. И это заняло сутки. Человечество достигло. Оно имеет космическую скорость. Космической скоростью корабли передвигаются. Но Бог наделило создание человека нечто лучшим, непостижимым. Лиля, сестра, ты находишься здесь, ты можешь переместиться мыслями в родную Харьковскую церковь, там, где ты крещение принимала. Ты там уже? О, Петр, брат, не в родное Запорижье, в Израиле, там, где памятник, гроб Господень, ты уже там? Дорогие друзья, Бог нам дал человеку подобие Божие. Мы мыслями можем перемещаться расстояние не в считанные секунды, мгновенно. И даже преодолеваем время. 30 лет прошло, а Лиля там. Это мысли наши, это память наша, это разум наш. Как вы догадались, я сегодня хочу поговорить о мыслях наших, о разуме. Это то, что спрятано у нас за коробочкой, то, что вы не видите, и я не вижу. Чем нас наделил Бог. Знаете, я помню в детстве, одна песня была, и там в ней говорится такие слова. Мои мысли, мои скакуны. Дети, что такое скакуны? Вы смотрели фильм Иуда Бен Гу? И вот там они на скакунах, на лошадях, соревнование у них было. Вот это скакуны, это лошади запряженные. И они обязательно запряженные, они имеют удило, ими управляют. Они управляются. И если эти скакуны будут неуправляемы, они разнесут и беды принесут. Так вот и мысли человека, если они неуправляемы, они много беды приносят. Мысли нужно обуздывать. Вы слышали выражение «необузданный человек»? Это человек, когда ему наступили на мозоль, он может такой вскипеть. Это необузданный человек, не могущий управлять своим разумом, своими эмоциями, своими словами, своими поступками. Второе послание Коринфянам, 10 глава, и мы прочитаем с 4 стиха и 5. Апостол Павел говорит, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильный Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Очень важно нам уметь управлять мыслями своими. Дорогие братья и сестры, у кого отличный сон? А бывает, что он нехороший. А что мешает? Мысли наши. Мы ляжем на подушку и не можем уснуть. Это важно научиться управлять нашими мыслями. Те мысли, которые перегружают нас, перенаполняют, нужно их сместить, остановить мысли, размышления. И потом просыпаемся. О! Легко сказать. Как вы думаете, проповеднику легко было лечь и мысли все убрать и уснуть? Регенту легко было сегодня ночью лечь спать и не думать о том гимне, который он будет проводить? Скажите нашей Аннушке, Анютке, которая готовится к свадьбе, Анютке, ты даже не думай об этом. Она даже, мы знаем, что у нее в мае свадьба будет. Она знает, сколько дней осталось, и она знает, как это будет. Но это не должно нас перенагружать и брать нас в свои вожжи и управлять нами. Мы должны управлять этим. Мы должны заботиться, невеста должна заботиться и о платье, и о украшении, и все. Но самое главное, дорогие братья и сестры, мы имеем Того, Который является Отцом. И всеми своими усилиями, если невеста будет переживать о погоде, она не изменит ее. А мы знаем Того, Который может даже и погоду изменить. Который может все наши беспокойства упорядочить. Важно нам и ведь доверие. Дисциплина разума – это вера. Здесь находятся в основном верующие люди, которые посвятили себя на служение Богу, которых Дух Святой возродил для новой жизни, управляет. Слово, которое мы слышим и читаем, исполняя его, мы имеем благословение. Но наша греховная природа и злобный враг, он хочет навязывать нам ложные тревоги и показать нам свою беспомощность и незащищенность. Бог же хочет, чтобы мы постоянно имели Бога в разуме своем и всю жизнь свою доверяли Ему. Может быть, легко сказать, когда все хорошо, мы разговаривали, и семья, которая приехала с России, которых приняла страна Америка, которым дал social security, но без права на работу, не имея работу, тебе апартмент никто не дает. И это безвыгодное положение. Как теперь пройдет короткие шесть месяцев, и если вы не легализовались, а то вас отправят опять в ту страну, в ту страну, которая ждет? Нет, которая руки, скорее всего, вместе, и вы арестованы будете. И вот эти переживания, говорит, она переживает, она плачет, она спать не может. Вот это состояние, эти страхи, это незащищенность наша, это безвыходность наша, она приводит нас в состояние, которому Богу не угодно, а которым дьявол пользуется, вводя нас и лишая нас сил, способности служить Ему, славить Его и быть полезными для Царства Его. Для этого Слово Божие говорит, все заботы ваши возложите на Него, на Господа, ибо Он печется вас. В этом есть сила. Почему мы верим, что угрозы реальны, а помощь от Бога, она нереальна? Нет, все угрозы, все переживания, которые мы имеем, я тогда читал, более 90%, они не сбываются в жизни, те переживания, которые мы имеем. Обстоятельства, время приходит, меняются, и только какая-то часть исполняется. А мы нагрузили на свою голову столько, а все остальное в руках Божьих. Знаете, легко говорить, когда мы сидим в мирной комнате нашей или в церкви. Вы бы могли сказать нашей сестре Ирине, ее сегодня нет с нами. Когда началась эта безумная война, она сидела с красными глазами, плачет и переживает. У нее брат там родной, вся его семья в опасности. Позвольте спросить сестра своими переживаниями, что ты можешь сделать? Бездействовать мы не должны. Бездействовать мы не должны. Мы должны быть всегда деятельными. Первое оружие – это есть у нас молитва. Это молитва к Богу, который может управить всеми обстоятельствами и обстоятельствами того, о ком мы переживаем. Мы должны помочь материально, накормить, обуть, одеть. Это наша обязанность, то, что в наших силах. А вот изменить ситуацию мы не можем. Знаете, я с благодарностью слушал интервью брата-служителя, который ответственный за церкви Украины, который спокойно говорил о своем служении, о своих планах. И он потом в конце назвал, говорит, мы имеем сильное оружие, которое у нас есть. Это молитва. Потом я слушал брата нашего, Игоря Михайловича, который был в нашей церкви, мы с ним хорошо знакомы. Он – ректор Ирпенской семинарии. И он говорит, наша семинария разрушена, в нее попало несколько ракет. И, знаете, мы видим чудеса. Те классы, где мы занимались, они полностью сгорели там. Там была такая температура страшная. Буквально через стену, там находится библиотека, и там книги. Там многие книги, которые сейчас не выпускают. Все остались. И мы имеем план, говорит, мы сейчас восстанавливаем здание, уже первую нижнюю часть, и с сентября мы начнем занятия со студентами. Я слушаю, думаю, брат, еще не кончилась война. Они уже имеют планы. Дорогие братья и сестры, чем у него голова занята, чем у него сердце занято? Не той войной, которая происходит, не то, что может произойти, а то, среди чего они сейчас живут. Они восстанавливают и живут, и они имеют стратегию, братья, прекрасную стратегию служения своего. Сейчас, говорит, закончится война, а придут раненые. Кто-то ранен в ногу, кто-то ранен в руку, а все раненые, извините меня, это мои слова, в голову. Это послевоенный синдром. А кто готов к этому, чтобы лечить людей? Кто готов, чтобы восстановить мозг людей, разум, психику? Врачи не сильны, психологов не хватит, и помогут ли они? А вот душепопечение, оно возложено на служителей Богом. Я так, знаете, порадовался с братьями, потому что та трагедия, которая нас коснулась, дьявол воспользуется этим и лишит всей силы. Знаете, мой племянник, который живет там, в Москве, когда Бог взял в одну ночь маму и папу его, это был шок для него. И, говорит, прошло время, но время никак не лечило. Я, говорит, мы посетили с семьей, с женой, с детьми, могилу, потом я их отвез домой, потом вернулся, упал на могилу, плакал, говорит, рыдал. Господи, ну за... Как я могу теперь? Потом, говорит, пришло мне осознание, когда я бессилел, вот я, говорит, такой... Кому я нужен? Жене моей я сейчас не нужен, вот такой вот потерянный весь. Детям своим я не нужен вот такой. Я потом осознал, а я и Богу такой не нужен. Сатана воспользовался через это горе, которое постигло и лишил его всякой силы, служения, возможности в семье быть полезными, обществе, в церкви. Я, говорит, встал, помолился Богу, и Бог укрепил тот мир, который пришел, говорит, свыше мне. Я поменял образ мыслей своих, желаний своих и получил исцеление. Об этом Он говорил в проповеди в церкви. Дорогие братья и сестры, все начинается, нужно думать о Боге, который наш защитник, наша сила, наше упование и центр нашей жизни. И что бы в нашей жизни не случилось, без Его воли не может случиться. А если Бог допускает, Он из этого извлекает, и мы должны на жизнь нашу смотреть в размере вечности. Короткая жизнь земная и вечность, которую невозможно постичь. Но важно это иметь в разуме. Знаете, помните, когда мы читаем о героях веры, знаете, я всегда восхищаюсь, и, наверное, все наши, помним, мы четыре юноши, Даниил, Сидрах, Месах и Авдинага, которые попали в плен. И вот о них говорится, это первая глава Даниила, восьмой стих. Даниил положил в сердце свое не оскверняться яствами со стола царского и вином, которое пьет царь. И потому просил начальника Евнухов, чтобы не оскверняться. Бог даровал Даниилу милость. Дорогие братья и сестры, как вы понимаете, Даниил положил в сердце свое. Даниил знал Бога Живого, видел и осознавал плен, он пленник, и он знал, что все яства на столе это идолу приносятся и потом подаются на стол. И он в сердце, в мыслях своих принял твердое решение положит в сердце свое, я есть не буду. Даниил, ты находишься в плену, голова твоя отлетит. Я думаю, если даже и смерть придет, то пусть это будет так. Но ради Господа моего я принимаю решение твердое, с разума в сердце мое это решение. И Бог оказал ему милость. Это герои нашего, герои Писания, которых мы смотрим и видим. Но знаете, я вижу и сегодня героев, когда смотрю на братьев, служителей, которые не убежали, которые остались верные, которые имеют планы на Господа, чтобы быть полезными для Царства Его. как важна нам область мыслей своих и желание сердца нашего сопоставлять с волей Бога, тому, которому мы принадлежим. Бог, Он всемогущий, и мы в руке Его. И Христос сказал, Бог мой сильнее всех. Следующая для дисциплина разума нашего обида. Кто не знаком с этим? Обида может быть в семье между мужем и женой, между родителями и детьми, между друзьями, между братьями и сестрами в церкви. Вы, наверное, слышали «Я тебе прощаю, но не забуду». И представляете, за годы жизни может сколько накопится «Я тебе прощаю, но не забуду». Никогда. Дорогие братья и сестры, а как нас Христос простил? Если наша жизнь была вот такая, там было написано всего. Когда мы пришли ко Христу в молитве покаяния, Он простил, очистил, бросился в хребет и не вспоминает. Жизнь моя вот такая стала после прощения. Это Бог прощает. Бог нас учит, чтобы и мы могли прощать. Легко это? Нет. А необходимо это? Очень. И как прощать? А так, чтобы мы имеем разговор, закончили его, и больше этого нету. В разуме не вспоминать больше и не мыслить больше. Закрыть дверь, в которую я не зайду мысленно, которую даже ночью, когда мне не хочется спать или не могу спать, я не буду вспоминать и прокручивать опять вновь и вновь тот конфликт. это легко? Это не легко. Это важно? Очень важно. Очень важно. Потому что дьявол направляет силы свои на то, чтобы поразить нас в области мышления нашего. Наш прекрасный брат, брат Иаков, который в послании своим записал 1 глава 13-15 стихи. В искушении никто не говори «Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обращаясь с собственной похотью». Похоть – это желание ко греху. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Бог нас за мысли не будет судить. Мысль наша, она зачавши, рождает решение, твердое решение. И потом происходят слова, дела, поступки. Это грех. А заделанный грех ведет к смерти. Дорогие братья и сестры, как это происходит? Мы помним трагедию первоапостольской церкви. Это прекрасная церковь, которая после Иисуса Христа апостолы пошли проповедовать, она развивалась, и они пришли к такому решению, и все свое имение продавали, приносили к ногам апостола. Никто не считал свое своим, а это все наше общее, это коммуна по-нашему бы сказали. Это прекрасное время было, и сатана там нашел место. Смотрите, как это произошло. Там были прекрасная семья, она не сапфира, и апостол Петр, к которому они пришли, они продали свое имение, принесли к апостолам и положили. И он говорит, 5 глава, 3 стих. Но Петр сказал Анании, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль, солгать Духу Святому и утаить от цены земли? Что ты, чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей, ни в твоей власти находился? Для чего же ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не людям, но Богу. Мы помним трагедию эту и возмездие. Зачем ты сатане позволил вложить мысль твою в сердце твое? Сатана воспользовался, они обдумали план, поговорили с женой и солгали Богу. И Господь поразил. Как важно, дорогие братья и сестры, нам следить за областью нашего разума, за мыслями и сохранять их в чистоте. Сегодня мир, в котором мы живем, знаете, когда я начал только работать на автобусе, мне приходилось первые дни работать или годы работать в ночное время, и когда приходит пятница, суббота, вечер, сколько молодняка идет в город. Я, когда еще с тренером ездил, говорю, почему детям позволяют? Мы-то выросли, у нас даже в армии не разрешалось употребление спиртного, а здесь молодежь свободно идут, а это говорит, да, ничего, все мы прошли это, а потом не все вернулись, а кто-то в этом болоте так и загряз, кто-то погиб от алкоголя, кто-то погиб от наркотиков, у кого-то разрушена семья, кто-то закончил калыч, а работу не смог получить, потому что сюда ничего не взял, но хуже всего, когда мы слышим среди детей Божьих, я помню, один брат говорит, да не беда, говорит, мы в молодости все как-то с дороги сошли на обочину, а потом выровнялись, а все ли выровнялись, дорогие братья и сестры, знаете, я всегда любил горы, и еще в молодости мы ходили группой в горы, и там был инструктор, он говорит, знаете, эти горы это к ним нужно аккуратно относиться, если прошел человек, это след остался, если прошло 10 человек, это тропа, если про ней прошло 100 человек, это уже дорога, которая не восстановится никогда, дорогие братья и сестры, я так подумал, знаете, в нашем естестве, в человеческом сойти на обочину с этой дороги, которая ведет вечность, это узкая дорога, тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и широкие врата, и пространен путь, ведущий в погибель, с этого пути сойти, это оставляет всегда след. Если в молодости юноша или девица попробовали какой-то грех раз, это след останется на всю жизнь. А если 10 раз, извините, это тропа будет уже. А если много раз, тогда это уже такая дорожка. А потом мы думаем, как так? Человек обратился к Богу, прошло время, и он раз и скатился опять. А потому что вот здесь подсознание нашим, это слабое место, когда человек при трудностях, а трудности всегда бывают, даже и у христиан, когда какие-то искушения, и он сползает на эту скользкую дорожку. Как важно, дорогие братья и сестры, я радуюсь, что в нашей церкви юноши, девицы, которые даже еще в подростковом возрасте уже отдали Господу свое сердце и последовали за ним сознательно, приняли мысль, приняли в сердце своем, а я буду служить Господу. Благослови Господь и сохрани Господь, чтобы не попробовать это, потому что этот след всегда остается как на горе, так и в сердце, так и в разуме человека, в естестве. И блажен тот, который не попробовал греха, не попробовал отравы этого греха, не попробовал курения, алкоголя, наркотиков, грязных видео, которые потом оставляют след в себе. Сохраните себя чистым. если кто-то еще не принял это решение, лучше его принять в юности. Я верю, я знаю, Бог прощает, восстанавливает. Мне понравился пример, который Игорь Михайлович сказал. Говорит, Бог прощает, приходит человек, пьяница, и от этого алкоголя за годы у него печень разрушена. Бог прощает, очищает, а последствия-то остаются. Эта болезнь у него всю жизнь его преследует до самой смерти. Этот груз мы должны потом нести. Блажен человек, который избежал этого, сохранил себя чистым, но чистым сохранить возможно только начиная с разума своего. Дорогие друзья, как важно нам мыслить правильно, мыслить чисто и принимать решение, а я буду служить Богу моему. Это легко? Нет, не легко. Дорогие братья и сестры, пока у нас идет проповедь, кто в это время был внимательнее, слушал мою проповедь, кто не побывал дома, на работе, на векейшн, на рыбалке, это очень трудно, но это важно дисциплинировать наш ум, наш разум, наши мысли, наши мысли направлять. А как это делать? А первое, это молитва, молитва, чтобы Господь указал мне на ложные цели и на цели праведные. это Дух Святой, который пребывает в моем сердце и учит меня. Это Слово, которое у нас осталось. Знаете, сегодня я утром проснулся, и у меня была песня в сердце. Прежде создания мира, прежде чем жизнь появилась, он был прославление Агнца Божьего. Откуда она ко мне пришла? Я вчера работал во вторую смену, а с утра я успел посмотреть и слышал, хор на конгрессе молодежной исполнял этот торжественный гимн в сопровождении с оркестром. Дорогие братья и сестры, наша коробочка, наш разум, он никогда не может быть пустым, он всегда заполнен чем-то. Вот чтобы проснуться с песнью, нужно ее слышать, вот чтобы наполняло наш разум то, что Божье. Вот как сегодня мы сидим на собрании и слышим слово, но этого достаточно? Нет, недостаточно. А если еще сегодня вечером придут достаточно? Недостаточно. А если во вторник еще придут на разбор достаточно? Это важно, но поверьте, и этого недостаточно. важно дисциплинировать себя в жизни. Подъем умылся, оделся, чтение, молитва и начало дня. Вот тогда в разуме будет слово, которое мы прочитали. Ну, это же простой закон. И заканчивая день, анализировать мои мысли, мои слова, мои поступки склоняться пред Господом. Это жизнь в духе. Дорогие братья и сестры, может, поэтому нас призывают, приглашают на все богослужения посещать. Это важно, очень важно, но даже и этого недостаточно, чтобы Господь жил в сердце моем и в разуме моем. Нужно, чтобы он имел простор, чтобы Слово Божье изменяло нас, чтобы Дух Святой наполнял нас, чтобы Божьи цели становились нашими целями, и чтобы мы полностью могли посвятить свою жизнь Господу Иисусу Христу. Это возможно, возможно. Иаков говорит в своем послании «Кто не согрешает словий, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Дорогие братья и сестры, как назвать того человека, который не согрешает в мыслях своих? Я знаю одного, и имя его человек с большой буквы Сын Человеческий, который за жизнь свою даже в мыслях не согрешил. Это мой Спаситель, который Духом Святым живет в моем и в твоем сердце, который желает меня вести путем освящения от славы к славе, как от Господня Духа, путем возрастания, путем освящения, путем очищения. И Господь впереди нас. Он желает управлять моими твоим разумом, моими твоим сердцем, моей твоей жизнью. первая заповедь возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей и ближнего своего, как самого себя. И Господь будет с нами впереди. И позвольте закончить проповедь словом филиппийцам 4, 6, 7. Не заботясь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желание пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.